Закончится у нас третья карта Эншит, где определится второй полуфиналист мейджора в Бразилии. Квангомер, давайте вас-то и узнаем. Я думаю, мы сейчас на таком этапе, где уже вся статистика, все фавориты, все отодвигается в сторону, потому что здесь проверяется, насколько крепкие нервы у ребят в первую очередь. Так оно и есть. Мы уже ждем третью решающую карту. Cloud9 против Маус Плюзал, конечно, который добавляет свой вклад в эту всю замечательную историю. Ну и посмотрим, кто же все-таки отправится в одну-вторую Эншит. Карта, конечно, любопытная. Как для Десайдера, чего ждать от Cloud9, по игре и выясним, зачем делать прогнозы на будущее, когда можно просто наслаждаться игрой. Снова зажигательная граната, кстати, куплена. Там еще флешка и долберета есть у защиты. И пока один минус от Хоббита и сразу же сам отъехал. А там дым очень интересный на позицию Интерза. Широ забирает торши. Фроузен получает по голове. Залетели на КТ, но попали все равно в передрягу. Аксель! Что-то вообще как-то оказались без аутов на такой пистолетный раунд. Экстр последний против целой четверки игроков Cold9. Не-не-не. Так, конечно, раунды не выигрываются. Заняли максимум позиции Маус под свой выход. А вот реализовать хотя бы одну из них не удалось. Классно забежали на КТ, но в итоге все равно их расстреляли. Вот Аксель Плэнта их расстрелял по факту. То есть с таким же успехом на одного Акселя можно было и просто в бублик бежать. Ну да ладно. Коэффициент от сайта GG.Bet на третью карту. Здесь уже фаворит определился. 1.37 на Cloud9. Чуть больше трех. Тойбукмекер на победу команды Маус. Не забывайте, кликнув по баннеру в описании, вы попадаете на замечательный сайт GG.Bet. И там можете забрать не менее замечательный бонус на свой депозит. Все так. Мы пока смотрим, как Cloud9 забирают для себя второй в теории. Вот с каким количеством проблем. Глядя на Хоббита, проблем больших быть не должно. Абай просто начинает идти в спину. Как раз тогда, когда здесь и атака. Оп. Спалил движуху. Дал минус. Выкинул еще и тиммейта на охоту. Ну, Шира тут подфармить важно. А количество проблем равно нулю. Шира дал фраг, Хоббит дал фраг. Потеряли буквально 11 хп. На всю команду пока что Cloud9. Делают вид, что уходят на B, сами возвращаются на базу. Вот такой вот аудиофейк. Но Хоббита не провести. Или провести. Когда так пулечка с по 250 залетает, то уже неважно, читаешь ты позицию или нет соперника. На этом все приключения заканчиваются. В любом случае, Шира. Два минуса, Сейнтерс, еще два фрага. Какие-никакие деньги, но подзаработали. В этом раунде Cloud9. Это был флэка. То есть сразу ждем уже девайсного в исполнении Маус. Интересно, какой раунд будет первооружейный. Пока еще трудно прощупать вообще стилистику атаки Маус. Не-не-не-не-не. Не на камеру. Возможно. Правда, мы не узнаем в любом случае. Счет 2-0. Закуп с калашами под Б, судя по бомбе все-таки. Но два человека под Мейном. Возможно, это активный фейк. Но для этого нужно хотя бы прогнать Интерс с позиции. Интерс пока даже гранатами не прокидывает. И у него только, исходя из собственного понимания, ситуации может меняться точка. И, в принципе, пока, опять же, не очень много активности показывает нам атака. Расставили себя. 2 с одного плэнта, 3 с другого. Немного пошумели гранатками. И будут готовить финальный выход в направлении Б, судя по всему. Но интересно, что мидл абсолютно пустой. Клоуднайм даже не пытаются собирать там информацию, как-то пушить. Мы видим 2 плюс 3 по плэнтам. Даже сели. Аксель уходит ближе к мейну сейчас. Очень закрытый дефенс. Интересный сетап. Но вот Широ приходится из-за этого поглядывать иногда. Что вообще в мидле? Но линфы по позициям там. Сейчас залетел коктейль по центру. Сразу флешка в ответ. На центр выйдут. Но сейчас бы дойти до мидла и увидеть, что на донах никого. А, поджим. Просто вот такое решение. 40-ая секунда. Аксель поджал терреспаун. Сдали нервы. Аксель решил пойти сам посмотреть, что там вообще происходит. Еще и Декстер. Да, это супер фейк. Вот это да. Сейчас на донах друг за другом бежит атака. Уже дефенс отдает позицию. У Акселя есть коктейль. Что, на дефолт его прокинуть, может быть? Хоббит ныряет в дым. Хоббит. Подловил. Торше настреливал в дым. Просто пришел дым. Хоббит. На морозе дал фраг. Идет уже дальше. Абай идет. Спина. Видит затылок. Минусует соперника. Подбирает его спикад. Размен есть. Аксель все еще живет. Коктейль за Декстера. Тот никуда уже не уйдет. Третий для Квалт Найн. Вот это Хоббит. Вот это на опыте сыграл. Пустой плен. Заходит Мауза. Делают все по науке. Флешка налево. Дым направо. Бомба ставится моментально. Казалось бы, ноль ошибок от Мауз. Но Хоббит сыграл слишком жестко. И настреливали еще в этот дым. То есть Торше настреливал. Они ждали. Вот Торше стреляет в этот дым. И что? Все пули летели не в ту степь. Браво! Квалт Найн. Качественный ретейк показали. Ну, как бы так вот начнется. Еще на попытке. Давайте, мужики. Ну, е-мое. Ну, еще. Я думаю, еще есть время. Еще парочку таких. И они сдадутся. Крупников, да. До финала точно. Фроузенка. И сгорает в пламени Интерза. Растайл получается. Придется играть без Фроузена. Пошел к Сержен. Ай, не-не-не. Все на Нафанию идут. Торше последний. Но он без бомбы. Остается в этой ситуации. Аксель пушит в спину. Ну, и здесь у нас обратная ситуация с предыдущей картой. Моузам бы ту 4-5 набрать. И уже рассчитывать, видимо, на защиту. Да. Я как-то хотел бы, знаешь, начать с тобой спорить. Мол, да ладно. 4 раунда всего прошло. Не так много мы увидели. Но так как-то уверенно колда обороняются. Пресекают вообще любые попытки. Моуз расшатать ситуацию. Что у меня ровно такое же чувство. Моуз. Нужно ориентироваться на 5 в лучшем случае. Ну, вот очень забавно и в тот же момент довольно показательно. Вот Моуз, они в пистолетке сделали неплохой мув. Залетели 3 КТ. Они зашли потом на Аплент, поставили бомбу. А мы смотрим в нижний правый угол. У троих человек-то 0 фрагов. Точнее, дважды доходили до КТ Респа или до Плента. И у троих 0. 3 кило за 4 раунда в целом. Статистика не самая приятная. Моуз сейчас попытаются ее немножечко пробустить. Бомба в этот раз ближе к Апленту. Но все равно тройка начинает раунд под бет. Очень много дамага на Прозна. Интерза тоже накалили. Но тот, по крайней мере, свою позицию сохранил. JDC тем временем отходит назад. Решил там не воевать. Ну, кстати, даже не против Акселя, а против Широ сами. Камаксель в этот раз на центре. Хоббит перетягивается. Довольно интересные позиции. Тут меняются ролями Клоуд Найн. Трое б. Один окно и один на Донате. В принципе, расставили себя чуть более стандартно, наверное. Как по современным веяниям Эншента. Кстати, все три раза Хоббит умер. Реально. Нормальная тема. Такая вот у него позиция. Играет мид Хоббит. Ну что, четвертый. Совершен. Ток, ток. Опа, видит. Не, не, пол хп снял. Декстер. Декстер. Только один фраг. Пошел выход. Аксель видел. Нафаня. Больше нашить. Одного, может быть, мало. Нафаня хорошая позиция. Теперь его неким выкуривать. Джей Ди Сил. Вот и попытается сейчас пропушить. Идет на Нафаню. А там дым. И Нафаня все еще живет. Как царь. Пропрыгнул. Неважно. Бомба установлена. Ну и три в четыре. Нафаня до сих пор... Меняет позицию. Нафаня чуть не пристрелял. Еще эксершена. Но параллельно тоже отъехал. Ну теперь аксель-контролик свершена. Моментально в голову. Фрозен последний. Но как же он далеко. Он пошел уже сейвить по ходу Амик в следующий раунд. Это пятый для Клод Найн. Ну и наиболее близкий, наверное, для Маус за весь Эншент. Они поставили бомбу. Дали два фрага. И даже в один момент были в около равной ситуации по живой силе. Ну и как они тогда на... А, залетели бодренько. И Хоббит их развалил. Так же бодренько они залетели. На Б вроде бы все неплохо. Но раз ошибка, два ошибка. И раунд снова отправляется в актив команды Клауд Найн. Серж недоволен. Ну, ничего страшного. Это атака. Здесь еще все впереди. Так, кто там? Это Гаулис там или что? Нет, кто? А! Да. Я думал, он автограф пришел взять. Гаулис? Да. А что нет? Потом разыграет на стриме футболка. Нормальный был вариант, наверное. Пока у Гаулиса есть там свои дела поважнее. Какие? Насколько я знаю, именно ему фан-сектор доверили развлекать, который за стадионом находится. Аууу. Слушал такую тему. Надо это перепроверить на всякий случай. Как говорит один замечательный комментатор. Ну, это наша ВФ-студия. То есть, он там и финал будет сидеть? Раздается ВФ-студия? Не на стадионе, а за его пределами. Ну, тоже, конечно, интересная идея. О, как бы ты на лане, но при этом не совсем. При этом комментируешь вроде бы на публику. А в зале кто будет комментировать? На английском? Столько вопросов теперь Гомеру, конечно. Че ко мне? Вопросы? Информацию принес. Неполную причину. Простите, простите. Разве данные неполные от Гомера? Может, это вообще фейк окажется? Только один способ выяснить. Открыть фугу. Сносить у Виталия. А, или так? Что там? Маус. Будут как-то разбавлять игру выигранными за атаку? Или продолжится эта сухая история? У Хоббита классная позиция. Кстати, Ксершин может ее даже не прощекать. Там очень редко кто-то сидит. Причем не стрейфится Хоббит. А вот-вот пошел стрейф. Ксершин. А зря, наверное, стрейфится-то начал. Как-то вот по итогу Хоббит и дамага толком не внес. И позицию Ксершину отдал. Аксель. С Молотовым тайминг. В него просто врывается Декстер с бомбой торши. Мертвый Аксель. Знал про второго. Просто не отпуская гашетку. Пошел тушить на еще одного. Широ. Приговорил и Джей Ди Си. Радуются, наверное, каждый раз, когда забирают Хоббита в мидле. Но раунд дальше от этого не удается докрутить до сих пор. 20 секунд. Аксель. Все еще позиция. Его не чекают. Видит Фроузена. Видит Фроузена. Погибает от него. Широ. Мимо. Два в два. Широ не попал. Широ уходит в мейн. Берет калаш. Чтоб утшить. Распикали. 13 кп. Интерс. Счет. 7 секунд остается. Бомба. Нужно срочно ставить. Широ. Радуфление. Бомба начинает шить. Широ не попадает прострелом. Где Авик? Где Авик? А все как бы уже походу к черту. Авик Широ просто хочет спасти свою жизнь. Максимально неочевидный раунд взяли Мау сейчас. Просто супер непредсказуемый. Трипл килл Фроузен. Он один фраг от Ксершина. И Широ уходит сэвить калаш. Даже не АВП. Это кисть. Как она манила Акселя. Понять, есть ли там второе игрок. Как этого перестрелять. Очень неудобная ситуация для него сложилась. Но можно было спрятаться. Первый для Маус можно было спрятаться. Да, Тинфу, чтобы его сплентану там подбайтили немножечко там. Ну, как видишь, по итогу Аксель был сам по себе в этом эпизоде. Как, в принципе, и большинство игроков Клоуд Найн в концовке. Первый для Маус дождались. Ну, нормально, нормально. 5-1. Не слишком поздно выиграли свой первый раунд в атаке Маус. Вот он Аксель. Дабл. В этот момент все было хорошо у Клоуд Найн. И в следующем... Ой. Проснились. Проснулись. Не? Покажешь, чем там закончилось? Тут просто сердечко режиссера разрывается. То ли хайлайт показать, то ли кискам. Тут уже и тайм-аут. Надо еще и грубо показать. А для чего нам картинка в картинке? О, действительно. Срочно макросы. Все операторы втроем одновременно кискам по команде. Так уже ситуация может из-под контроля выйти. Нужно быть поосторожнее. Такие моменты. Выходит. Люди вот только подтягиваются на трибуны, судя по всему, потопить на последней карте или оттягиваться с трибуны. Это это с улицы пустили просто уже всех. Что там стоять? Что стоим? Места много внутри. Карта последняя уже. Четвертая не будет. Но возможны топы. Так, Нафаня решил запулить раунд. Выходим. С гранаткой стоим уверенно. Красиво делаете колдами. Еще один поставляется. Знали про третий. Вынтерсы надамажили. Что за раунд? С дымом в руках встречаем гостей. Говорит Нафаня. Как раз там деньги заканчиваются. Хотя они не заканчиваются, кстати. Надо сейвить. Что хорошо, то что Нафаня был един в порыве со своей командой. Все хотели запулить. О, песня камбэка нужна была просто. Вот чего не хватало Маус. И Маус так, уверенно, под песню. Выходит на ситуацию уже 3 в 3. Но ладно. К Сержу Накселя не отпустил. А могли 5 в 3 только что отдать сопернику. Теперь стало чуть попроще. Хоббит знает про Фроузена. Это, походу, невзаимно. Может, тейк 2 в 2 придется делать. Нет. Повернулся Фроузен. Не дожал Хоббит Фроузена. Тут все еще жив. Ну, Интерсу понятно. Нужно бежать сейвить. Второй. Второй в атаке. Тут каждый раунд на вес золота. Какой-то очень интересный раунд решили. Вот такой. Мутный поджим, назовем его так. Мутный поджим. Операция мутный поджим уменьшалась успехом для Маус. Спящая агента Нафаня миссию выполнил. Пока эта миссия дает второй раунд. Деньги. Они просто не заканчиваются. Ну, еще один байк. В море. Еще один. 8 800. 6 300. Так, так. Ой, там еще новый музыкальный инструмент. Перкуссию ты заказывал? Да, да. В прошлой стадии. Красиво. Подтягиваются. И вот он. Просто Декстер выходит. А там никто не готов. Все спиной. Двое пытаются уйти в дым. Но никто уже никуда не уходит. Раньше надо было. Вот так иногда бывает, когда ты сто лет не играл официально карту. Может быть, дело на самом деле и в этом могло быть. Только пракали. На праках работал, но не значит, что будет работать на сервере. Кавер Джи Джи говорит нам, что вообще большинство раундов за защиту у Клод Найн должны работать. На 23 практически процента разница со средним показателем. О мой бог! Ну и в атаке Маузо, кстати, довольно много. 43 процента. Кавер Джи знает. Толк в цифрах, друзья. Заходите на сайт, знакомьтесь более подробно с развернутыми статистическими выкладками, конечно же, по Counter-Strike. Возможно, и дотку потом добавят. Ага, дота. Не? Не. Ладно. Дотеры в трансляции не бейте, пожалуйста. Не обижайте мне... Я думаю, и в жизни тоже лучше не бейте, Гомера. Ой, ну что, медленный раунд от Мауз. Минута. Подползли под Б. Под А просто ждут поджимов. Ну, Клод Найн отдали два подряд, поэтому какие уже поджимы? Да поджимались. Да, все агрессивные сетапы пока что отложили на потом. Может быть, не первым таймингом, например, продавить. Интерзы немного нашили. Денег мало. С таким раскладом пушить, конечно, страшнее и страшнее. Традиционная тройка под Б. Песня камбэка. Которая не очень сильно помогла Liquid закамбэчить, напомню вам. Ну, почти, почти. Они просто перестали петь в самый важный момент. Кстати, на Эншенте, да, эта песня подключилась у нас, по-моему? Уже не помню. Так или иначе, начинается выход здесь на подъеме. Хоббит срабатывает на посадке. Второй буст. К этому атака может быть не готова. И Хоббит пока никого не видит. Сам начинает сшить на интуицию. Но здесь никого не было. GTC очень классно нырнул сейчас. И там же Frozen. А нужен ли этот ретейк? Ну, видимо, нужен. Молотов на бомбу. Торши. Отличная позиция. Кто пойдет вперед? Желающих нет. И граната особо не осталась. Торши просто промахивается. Хоббит и интер сразу же за эту секунду дают по минусу. Frozen. Последняя надежда на раунд по ходу. Торши. Frozen вдвоем под перекрестный огонь. Закрывает раунд для Маус. Пошел, пошел. Камбэк. Казалось бы, 5-0. Все в руках Cloud9. Но ответная серия. Это четвертьфинал. Мажора в Рио. Просто так никто в одну вторую не попадает сегодня. Кроме команды Outsiders, конечно. Ну да. Фнатик решили. Чемпион стейдж сыграть так себе. Откровенно. Широ еще оказывается. Расстрелял Хоббитов в затылок. Помог немного. В защите поставленной бомбы второй агент получается. Да. Видишь, тяжело уже получается. Опа. 3 на 7 играют. Cloud9. Сержу на одном хп. Хоббит может и кельтануть на самом деле. Он так расстроился, когда не убил в мидле тогда Frozen. Ну а Бая столько опыта. Как-то сдержать эмоции. В первую очередь от него это зависит в команде, мне кажется. Раньше точно часто говорили в интервью, что вот Хоббит позволяет своим вот опытом игровым немного иногда выводить ситуацию в подконтрольное русло для Cloud9 в эмоциональном плане. GDC прочекал над собой. Минус Аксель на точке А остается еще Широ. По нему есть информация. Молотов должен сюда лететь. Широ. Они уходят на бета Фрузен. Осталась еще минута целая. И при этом Нафане решил стягиваться. Это был последний игрок под Б. Под флешку прочекают А, но будет уже слишком поздно. Декстер ловит спину. Опа. Не увидел. Слева. Никого нет. Как-то так сложилось для Декстера. Хотя это не значит, что самого Декстера теперь проверит. Широ чекает. Ай не дощекал все-таки стенку. О, ты просил кискан, кстати, в макросе. Пожалуйста. Спасибо большое. Я из-за этого проморгал минус от GDC. А что? Тут уже судьба-то раунда известна заранее. Так и есть. Известно, что Мауз забирает четвертый. Развеивают весь скепсис к их атаке. Да, начали неудачно. И что? Бывает даже с лучшими. Но теперь атака заиграла в новых тонах. Снова кладная без денег. Нужно как-то выкручиваться. Вспоминать вообще, как раунды выигрывались. Опа, Декстер. Умирает. Короткий прострел от Интерзанута Дивайсом. Он не спешит. А вот так вот. Мауза. Первый раунд выиграли супер неочевидный. Потом ошибочка от Клоуд Найн. Потом уже барабанщиков запустили в зал. Пошла песня камбэка. И теперь уже Мауз набирают и набирают. Теперь уже их не остановить. Сноубол во всей красе сейчас может у нас произойти. У Клоуд Найн, несмотря на то, что эпоха онлайна позади, и у них были опыт игры на большую публику. И, например, мне на ум приходит Даллас. Но есть одна разница. Весьма серьезная. В Далласе зал топил именно за Клоуд Найн против всех. Здесь, сейчас, в Рио Клоуд Найн в роли антагониста этой истории для зала. И вот как тут ребята справятся с давлением, посмотрим. Хоббит! Он, походу, заметил, Ксершина. JDC может не отбудить. Еще на ухотшот. Хоббит просто на морозе убежит. Да, это так. Да, JDC такой, ну и беги себе. Этот калаш мне из-за дара мне нужен. Ну, на Б вышел вроде Фроузен, но он там пока один. Куча гранат есть. Может, набросит туда что-нибудь? Ну, торши флешки. Ладно, у Фрозена преимущество здесь. Такой неприятный сюрприз оказался для Нафаник, что здесь еще и Фроузен. Тот пошел тушить дальше. Хоббит внезапно перестрелял. В спину JDC! Вот он, вот он! Все-таки не зря отпустил Хоббита. JDC мне досчитались. Аксель! Далековато! Найти девайс получше. И сейвить ему, может быть, Акселе нужно в таком моменте. А все девайсы предательски далеко от него валяются. JDC. Ну, это юзкик, да. Тут в первую голову не попал Аксель. И это, друзья, уже пятый раунд в исполнении Маус. Так, так, так. Залетает тайм-аут. Очень непростой эншет, я вам скажу. Я так понимаю, среднестатистический рабочий день в Рио до часу ночи по Киеву. Да, и сейчас, наконец-то, добираются зрители до трибун. Ехали-ехали с барабанами, с бубнами на метро. А там, как бы, сразу не пролезешь, да. Возможно, придется пару маршруточек пропустить еще. Ну, и вот, начинают топить все активнее и активнее. Очень символично этот практически пустой зал на фоне Грува и Квалд Найн. Символизирует он, на самом деле, насколько сильно сейчас зал поддерживает именно Маус. Так, вот они, трибуны. Сверху сидят, чтобы лучше было видно большой телевизор. Над головами игроков он там расположен. Хоббит посмотрел стату, поправил монитор. Ну, и давайте смотреть дальше. Еще пять раундов, первая половина нас ожидает. Кто же выйдет вперед? Серьезными сериями команды уже обменялись. И сейчас, возможно, ситуация поменяется. Но посмотрите-то, что происходит. Хоббиту нужно где-то прятаться. Берегите его. VIP на сервере какой-то. За ним объявлена охота в каждом раунде. И очень часто Хоббит отъезжает. Да, сложно-сложно Хоббиту. Но при этом Широ хотя бы разменялся в этом эпизоде. Теперь, правда, по контролю карты есть дефицит информации для Cloud9. Стали двойкой на B. Угадывают в этом плане. Можно эту трибуну на все турниры возить? Вот просто, знаешь, копипей сделать. Было бы здорово, да. Страшно представить, как бы, ну вот, ты фанат из Парижа. Смотришь на то, что сейчас в Рио происходит. И такой, да, сложно будет соответствовать планке заданной предыдущим мейджорам в плане именно того, как зал задает шуму. Так, тут у нас выход в дым был, кстати, на секундочку. Но задавили все-таки на фаню. Широ не успел ему никак помочь. 2 в 3. Широ, что прострельщик, можем на удачку. Прострельщики на дабл в один момент. Вот, было бы сочно, конечно. Ну что, а денег-то не будет. Стоит ли вообще идти? Но Аксель, видимо, да. Решил до конца сражаться. Прострел. Мимо кассы все. 4 пули. 0 пуль. Плюс калаш. Файт. Широ умер. Аксель. Аксель. Не попадал. Торше убил. Торше убил тиммейта. Ты должен был убить его быстрее. Шикарные усы. Мне тоже очень нравится. Красиво. Интересно, будут ли на парижском мейджоре французские команды? Может, Фалканс какие-нибудь залетят? С Кеннисом в ростере уже. А что? Прикинь, это была история была. Как за фоллона будут топить все просто. Согласен. Я бы тоже топил, если такая история действительно произойдет. По-моему, так на уровне слухов пока все осталось. Эта история с Фалкансом и Кеннисом. Времени еще много. Мало не знаю, как оно пойдет. Вот после мажора, после бласта, вот тогда. Трансферное окно откроется. Так что попробую закрыть его еще. Тем временем Торше обеспечивает первое убийство. Маус уже шестой в атаке. Непонятно, где прятаться Клауд Найн. Уже по плентам сидят. Уже закрываются. Ничего не помогает. Не то, что шестой. Маус идут к седьмому весьма уверенно. Они нашли очередной энтри для себя. Заняли одну из ключевых позиций на карте. Донат у них под контролем. А Бэпплент пустой вообще уже зачищен. Маус раунд выигран на всех фронтах сейчас. Ксержин слышит хоббита. Пытается его подловить. Видит спину. Оп, 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 оп. Второго. Увидел. Дал инфу. Двое КТ, скорее всего, трое. Ждите гостей. Сам идет шифтом очень аккуратно. Здесь, ну не то, что даже попытка ретейка. Там еще смоук есть один у атаки бонусный. Не будет оттягивать до победного. Как раз, чтобы Ксержин успел пару затылков собрать для себя, например. Джиди Си простреливает. Ксержин крадется. Джиди Си отрабатывает по первому. Дэмэш по второму. У ловушек Ксержина захлопывается. Есть два фрага. Все. Никуда не уйдете, Квалд Найн. Еще один раунд. Седьмой уже. В кабилке у Маус. Потрясающая первая половина. По итогу, несмотря на такой неуверенный старт. Они вообще в салат раунды проигрывали. Три кива за четыре раунда мы видели. Да, но после этого что-то поломалось у команды Клауд Найн. И мы видим, они отдают и отдают. Ставят тайм-аут и все равно проигрывают раунды. Как мы видим, Клауд Найн оказывается в роли догоняющего коллектива на Десайдере этого четвертьфинала. И весьма высокая вероятность того, что придется вообще камбэчить уже во второй половине. Маус в одном раунде от выигрыша. И вот он, Гомер Симпсон. Нашелся. Все еще на трибуне. Брат-близнец Гомера. Одно лицо у нас с ним. Интерс умер. Торш уже почти в плент. Вышел. Что творится? Еще тайм-аут и круф. Идет душить Торш. На фаню, на уверенном. Простреливает. И вот и какая лампочка. Я Торш. Все. То, что не летело на первой карте, ничего не значит на третьей. Как показывает практика, можно себе позволить и такие вот маневры совершать. Раунд еще не закончился. Хоббит по каске получает. Просто тильт. Они летят везде просто. Это фул тильт. Ничего не получается. Это девайсный раунд. Ничего не летит. Молотов горит. Как отсюда выйти? Непонятно. Хоббит. С первой в голову от Декстера. Хоббит, по-моему, серьезно задумался. Не зайти ли в этот коктейль и просто принять свою участь. Так все тяжело идет сейчас. Последние раунды просто нереально Маус закрывают на уверенном. Ой-ой-ой-ой, друзья. Кто бы мог подумать. Маус сейчас выходит вперед. Они уже выиграли первую половину точно. Дотащили оверпасс. Ведут в атаке на Эншенте. Маус. А там полуфинальчик. И вот уже финал. Тот самый легендарный финал. Восемь раундов подряд выигрывает уже Маус за свою атаку. Просто шедеврально пока проводят для себя Эншент. Куал Найн выглядит потеряно реально. Да. Парни закрыты по всем позициям. Торше идет на максимально безумный мув. На уверенном. Просто у него раффер позиции против него в Офэнглии. Да лампочки. Коэффициенты от GGB уже говорят сами за себя. 1.28 на Маус. 3.66 на команду Куал Найн. Переходите по баннеру. Забирайте свой бонус. Ну а мы продолжаем смотреть за этой невероятной первой половиной решающей карты этой зарубы. Коэффициенты уже много раз поменялись. То в одну, то в другую сторону. Но это мажор. Это четверть финал. Здесь так и должно быть. Классная хаэшка над Экстером, но он без печали выходит дальше. Никого не видит. Смоки все еще лежат. Под флешку спиной. Экстер. Нормально. Ну, знали про Экстра. Еще и Широ не спалился в своего оппозиции. Параллельным курсом к Сержу начинает шерстить мид. Пока только вот странный МВД Экстра. Который явно чувствует, что брется команда. Начинает разворачивать. Нафаня. Так, молотов сюда не догорит. Его чекают, но не перестреливают. Размена не будет. Еще один. Это уже к Сержу. Вот и прерывается стрих на восьми раундах. Судя по всему, если GDC 1 в 4 сейчас каким-то чудом не выиграет. Не произойдет этого, конечно же. Клоднайм забирает шестой для себя. С возвращением Клоднайм. Давно вас не было видно на Эншенте. Но еще последний раунд впереди. Оп. Пританцовочка. Срочно, срочно. Проверчивая реакция была. Ну такая, немного не киберспортивная. Последний раунд первой половины. Маус. Смогут ли и девятый себе зажать в актив? Конечно, у них там денег на бай более чем достаточно было. Вопрос только в том, чтобы закончить на мажорном для себя аккорде. Как же Ксержин рвется к власти между двух, как или Молотова прошел. Нож в руки, несется дальше. Хоббит. Хоббит понимает, его могли сейчас попытаться пройти. Очень внимательный к смоку. Находит там Ксержина. Дает минус. Так, на мейне два человека вместе с бомбой. Декстер остается на контроле центра карты. Ловит флешку, но ничего страшного. Выход на А. Там кто? Широ должен чекать? Чисто в теории да. При этом самого Широ прилетит смок. На этом, скорее всего, весь его чек должен закончиться. Дым будет залетать, возможно. Декстер дает инфу. Так. А, он просто вышел в плент. Залетел в Дэйм Широ. И тем самым остановил уже выход на себя. Судя по всему, Хоббит. Есть открытие с его стороны. Видимо, Квалдайн вспомнил. Все-таки, как забирать раунды за дефенс. Декстер и Фроузен. Два в пять. За минуту времени. Зная Декстер прекрасно, что у него тут на донате где-то один соперник тусуется. Что с этим поделать не ясно. Позвал Фроузена. Попросил дать хаешку. Но сам подставился. Декстер. Фроузен последний. Вываливается на фане. Чисто на сбор инфы. Одним в четыре остается Фроузен на девяти хп. Одним в три остается Фроузен на девяти хп. Пачка все это время лежит. Так что куда Фроузен пойдет, всем очевидно. 8-7. Первая половина. По итогу близкая сторона. Несмотря на этот ошеломительный стриг, который взяли Маус. У Хоббита аж рука заболела. То, как сильно ему залетало на центре регулярно от Маус. Да-да. Разминает, разминает. Перед второй половиной кисти рук Хоббит. Ну и 8-7. Причем 8 в атаке набрали Мауза. Нам показывали коэффициенты. Они уже фаворитом являются на третьей карте, соответственно, в этом матче. Но ничего не мешает и Клауднайн показать хорошую атаку. Так что, ну, я думаю, 50 на 50 где-то такие шансы сохранились. Потому что по статистике, конечно, теперь уже Маус должны выиграть. Но как оно будет на самом деле, абсолютно непонятно. Статистика уходит на второй план. Когда играется уже четвертьфинал мейджора в Рио. Когда зал настолько сильно заводится. Остается просто наслаждаться шоу, болеть за любимую команду. Обязательно с вами кайфанем и от второй половины. Но перед тем, как уйти на паузу, напомним вам о том, что Мейнкасс совместно с Донателло собирает деньги на нужды вооруженных сил Украины и пострадавших от войны. Полномасштабное вторжение России на нашу суверенную землю продолжается. И мы очень благодарны каждому, кто нас поддерживает материально. Ну, нашу инициативу. Естественно, материально поддерживает ВСУ. Уже собрали больше двух миллионов гривен. Готовимся к зиме потихоньку. Обязательно переходите по баннеру. Поддерживайте, кому сколько комфортно в вашем материальном положении. Спасибо и большой респект каждому, кто это уже сделал. Ждем вторую половину. А пока идем на перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся в прямой эфир. На связи по-прежнему студия Майнкаст. И вторая половина третьей решающей карты. Кто кого? Клоуд Найн или все-таки Маус? Невероятная первая половина. Начали суперкруто Клоуда. Прижали Маус к стенке. Практически не давали по себе минусов. Но потом, когда мышки почувствовали вкус крови, началась какая-то жесть. Восемь к ряду. Просто раунд за раундом забирали Маусы Спортс для себя. Но как бы то ни было, все равно это восемь-семь. И, наверное, предикты, которые давала наша лайв-студия, и мы обсуждали до сих пор актуальны. Это все еще максимально 50 на 50 матч. Никто себе ничего не гарантировал. О, Джеймс Бэнкс нашел для себя новое призвание, судя по всему. Так. О, вон он, вон он. В толпе. В толпе находится. Развлекает публику. Ждем, конечно же, после матча в интервью. Интересно, с кем оно будет. Ну, а пока вторая половина Клоуд Найн Маус. Два набора береток. Это торш от аксершем защите. Такие нестандартные закупы у нас постоянно на пистолетку от защиты наблюдаются. При этом все брезгуют де фускетами. Они не понадобятся, если ксершен сделает трипл. Правда, коктейль прям по ему под ноги. Ксершен. А чего не пикали? Он просто ушел. Ну, ладно. Минус 14 хп. Не так плохо. Все могло быть куда неприятнее ксершену. Так, дым. Под флешку ксершен. Отличный выход. Так, увидел всех. Понятно, что это база бета. Тут и так трое. Ксершен. Флешек больше не будет. Будет флешечка тиммейта. Блайнди дает минус ксершену. Но, правда, только это получается сделать. Фрозен выращивает вертуху на Хоббита. Три в три. Оказались. Он как будто мечом просто срезал голову. Катаны напополам разделил соперника. И теперь на три в три шансы на ретей. Какие-никакие остаются. Аксель жестко на стрельбу стоял в своей позиции. Торши пытается распихивать с беретками. Но получает тоже по голове от Акселя. Не-не-не-не-не. Клоуд Найн слишком прочно стоят на таком плейнте. Фрозен уже это и сам осознает. Попытается уйти, сейвить армор. Но кто его отпустит? Кто его отпустит? 8-8. Так-так-так. В атаке выигрывается у нас пистолетный раунд. Клоуд Найн находит в себе силы. Нафаня продолжает изучать записи. Ну и, конечно, задачка Маус. Теперь намного сложнее. Возможно, снова придется камбетчить. Оба пистолетных раунда выиграли Клоуд Найн. По итогу на Десайдере. Это достаточно серьезный буст. Если рассматривать Эншин как уже единственную карту в этом матче. И вот теперь. Дримак десятых против Форса. Ой-ой-ой, прострел. И прострел. И прострел их АЕшка. Еще поедем прострел к Сершин. Опа! Вот такой вот прострел по заказу Федора Квадо-Захарова. Залетает. Ксершин нашел на Фаню. Хоббит бит. И Ксершин. И дальше, дальше идет. Он фармилку хотел угнать походу. Дотянулся. Не нашел в смоках. Сейчас дым уже заканчивается. Уходит Ксершин. Широ сидит. Так. Радость фанатов Клоуд Найн была недолгой. Все. По одному. Сели на своей половине карты. Надо что-то делать. Куда-то выходить. Опять зажимают. Если не позиционно, то морально сейчас Квалдов такими минусами. Хоббит еле живой. Капитана потеряли на ровном месте. А защита. Но раун только начинается. Здесь засада, которая сложно себе представить, как не принесет. По крайней мере один минус. Двое в темной. Очень жестко стоит тот перекрестный. Тут вообще вся атака может полечь вообще. Ну, два человека минимум. Ксершин. Видит. Вот так. Ставит. Ставит. Не чекают. Тут и второй. А там и торшию отрабатывают. И внезапно только битый Хоббит оказывается в этом раунде. Пистолетку, может быть, Клоуд Найн и выиграли, но пистолетную серию им не видать. Ксершин. Как же он включился. Как же вовремя он сдал свои фраги. JDC Рад и команда Мау сейчас выйдет вперед. И сделает это уверенно. И Хаей прострел. И вот она. Вот она летит. Только пятно крови осталось от Нафани. Одна пулечка, которая очень сильно повлияла на исход этого раунда. Классный сетап засады. Очень кстати его разыграли против Темки. Знали, что Клоуд Найн, но могут захотеть пойти все-таки в этом же направлении. И они это сделали. Вот так вот попытка Контерфорса. Разыгрались. И сразу два коктейля. И сразу просто принимает Сершин с распростертыми объятиями. Всю команду Клоуд Найн на пасочку. Четвертый. Четвертый фрагит к Сершина в дым. Прострел в голову на Акселя. Широ говорит, давайте Эйс. Хочу Эйс. Пятым будешь? Не будет он пятым. Но так отдался все же другому сопернику. Но раунд опять в ноль. Сейчас выигрывает Маус. Это был Форс от Клоуд Найн. Сейчас будет Эко. Старт все же за мышками. Вот это Эншент. Вот это сюрприз, друзья. Все, кто дождался третьей карты, все молодцы. Каточка достойна середины ночи. А после такого достаточно раскачивающегося матча на первом четвертьфинале. Такой карты Инферно, которая только начинала набирать обороты. Не все просыпались. Вот он, Эншент, на котором может произойти абсолютно что угодно. Декстер! Не дождался, кстати, его немного Широ. Хорошая была позиция. Декстер шел к нему на прицел. Но Широ решил спрыгнуть. И в итоге у Декстера теперь очень много пространства. Еще и дым под себя пробрасывает. Б отжали. Все. Посмотрите на миникарту сейчас. Насколько жестко душит КТ практически под тэспаун. Первый рубеж обороны у Маус. Ну, прямо уже сразу за порогом. А Клауд Найн здесь остается только совещаться и думать, что делать в следующем раунде. Тут даже до плента дойти супертяжело. Ну, в мейн разве что вот иду в сторону Акселя. Там один JDC. Если Диггл с первой вырубает JDC, то на А никого. Чисто в теории, да. И даже Дивайс удастся подобрать. JDC, когда почувствовал, что возможно в его сторону пойдет атака свою позицию свапу. 40 секунд. JDC. Так, увидел. Дает инфу. Прострелы. Пошел стреляться. Забрал Диггл. Еще, еще одного забрал. И тут Фроузен. Четко, красиво, беззвуколизненно. Слишком много игроков защиты здесь на приеме. Уже доживал JDC, тиммейт. Да, играли такой раунд. Так, так, так. Молза. Ну, по крайней мере, первую серию раунда все же себе заджали. А кто там слева стоит? Кто там слева стоит? Гамаш Симс. Я просто стою в двух метрах от монитора. Сейчас я буду подбежать, чтобы увидеть. Он с холодненьким стоял и показывал живот. Респект ему в таком случае. На матчах, которые не буду комментировать, буду его коспоить дома. Все, ждем. Фото. Этого я не обещал. Так, Хоббит. Злой. Хочет выходить на центр карты, но получает дым. Но мидл поджали все-таки Маус. Какая хаеда летает. Акси! Там фэшка. Там все залетело в глаза. Все под ноги. Прострел. Иксержин, как они душат. Как они это делают. Их не остановить. Кровавый урожай собран. Декстер, Иксержин по два минуса. Коуд Найн этот раунд даже не начали. А Маус его уже заканчивают. Приковорили только что соперника. Какой агрессивный диффенс. Как же это здорово работает. Ну и вот теперь нужно показывать команде Коуд Найн те самые камбэки, в которых они мастера под давлением публики. Когда Маус на кураже. Когда они за сильную сторону на Эншенте. 5 в 0 раунд. И это был девайсный. Может, Маус и не сказали, что это был девайсный соперника. Играли как будто там глоки. Очень жестко. Торши веселится зал. Маус все ближе к заветному полуфиналу против Аутсайдерс. И Хаешка взорвалась. И флешка в глаза. Иксержин вышел, сделал дабл. Идеальный раунд. Идеальная реализация от Маус. Интерс в шоке, откровенно. Что сейчас происходит? Закрыто. Закрыто. Ну, пошел тайм-аус. Слышим мы звук. Гру, видимо, уже сказал все, что хотел. Аперся на стойку. Но денег нет. Защиты по 9 тысяч. То есть 13 раунд забирается. Как бы здесь не оказаться, да, в ситуации. Примерно как-то было на оверпассе. Разница по раундам меньше будет, конечно. Но Маус играет за комфортную сторону. И им снова более дальше проще. Так, не выпускает время Хоббита на центр. Также Молотов потушили. Сержин. Так, назад, назад. Отходим. Сержин, понимаешь, не успевает дать дым. Но отстреливается. Отстреливается. Достал все-таки гранатку. Но тогда, когда уже Декстер подстраховал. Сержина не спасли. Но за раунд переживать причин не слишком много. Но есть армор у Акселя. Хоббит Тек-9. В центре кто тут? Фроузен на Донате. Ну, стоит он нагло. Но вряд ли с первой удастся убить. Где-то во второй половине оверпасса удалось бы, наверное. Ну, с участием не видно. Час не идет. Игра. О, у Хоббита удалось разменяться. С 13 на 17 его статистика. Помним, как часто Абая напрягали в первой половине. Но здесь Абая сам немножечко повоевал. Ненадолго, в любом случае. С пистолетами не удается перевернуть. 13 у Маус. Три раунда. О, надеюсь, это перманентная татуха была. Да, да, представляешь. Красиво. То есть Фурии надо выигрывать. Обязательно. Иначе лазерная коррекция прямо на стадионе будет проходить. Что ты на меня тут? Так, болельщики Фурии. Папа расстрелил. Ксешин дает дальний дым налево. Справа контролит Хоббит эту ситуацию. Молота в карман. Ну окей, все. На дефолтных точках команды. Или идут, идут, идут. Что-то так, что я тут придумал. А есть флешка? Флешки пока не наблюдается. Без флешки. Без флешки. Поджим. Просто богу себе позволить. Парный выпад. Увидели всех. Но перестреляет там. Да ладно. Нет, Миттер сделает дабл. Два красных реально. Хаешка. Хаешка. Фрозен. Полетит? Не, не. Прячется. Прячется. Боится. Фрозен. Хаешка действительно есть. На него сразу не пошли. Все еще эту гранату можно отбросить. И будет неплохо. Хаешка забирает одного. Еще много дэмэджа. Приходит вся команда. Вся команда на Б. Ого. Три в четыре готовятся принимать. У атаки нет плана Б. Они будут идти до последнего. Фрозен дает хэджот на Акселя. А тут вся команда. Широ идет на цепочки. Девает минус. 30 секунд. Идет кол походу о том, что опасно. Нет, они идут в Темку. Они просто идут в Темку. Ну, Торша Авик. Ну, Джей Ди Си. Джей Ди Си просто на победу. На полуфинал мажора позиция. Первый забрал. Ушли с ножами. Успеет или нет? И защита пишет обратно. Защита понимает, что происходит. 10. 9. Хоббит. Просто пятая передача. 7 секунд. 6. 5 секунд. Хоббит. Успеет поставить бомбу Хоббит. Но тут уже так. Торши выйдет. Торши просто пытается зайти тушить. Но погибает в ИДСи. Торши один на один. Оказывается, пробах от Снайдера. Торши бьет позицию. Широ его не отпускает. Раунд на Кваутнайн. На последней секунде. Вот это жесть. Что мы только что с вами посмотрели. Они успеют это бежать. Пути назад нет, говорю я. А вот он, родимый. На последней секунде умудрились поставить бомбу. Какой чувак. Торши будет его пикать, когда он бомбу ставил. Он, наверное, и собирался бы в теории. Но не дали такую возможность. Очень сильно переживал Хоббит. Кой раунд близкий. И все-таки Кваутнайн. Но тут у нас принято сериями раунды брать. Может и сейчас три, как Кваутнайн увидим. Ну, смотрим. Нафаня хаешки, да как его кошмарят здесь. Еще подпрострельщик, да, выйти? Красиво. Подпрострельщик. Молодец. Ай-яй-яй-яй-яй. Где-то мы такое уже видели. Нафаня со смоками подлетает к Сершинам. По советам Федора. Федор, выключись из TeamSpeak'а, пожалуйста, Маус. Ой-ой-ой. С таким потом Кваутнайн только что взяли раунд. И сейчас снова проблема. 4 в 5. Интерз на той же позиции. Торши. Так, Сершин замечает Интерза. Торши получает дым. Мидл под контролем атаки. У атаки остается всего ничего. Гранат. Один дым, один коктейль. Три флешки. И при этом целая минута времени. Бомба Мэйн. Будет сплитоваться через мид. Этот выход. Меня смущает, что один только с пачкой. Играет Мэйн. Джей Ди Си. Опа, в линию. Какой тайминг для Джей Ди Си по итогу. И флешечка. И линия. Бомба в Мэйне. Но она не вышла еще. Широ. Широ. Ну, допустим. Широ дает минус. Здорово. Не туда, не туда. Чехет. Еще один на Донате. Его просто будут пропускать. Забирают. Аксель. Аширо. Не ждет у себя в спине Джей Ди Си. И это четырнадцатый для Маус. Вот так вот. Драум взяли, раум проиграли. Клауд Найн все еще далеки от полноценного камбэка. Маус. Маус. Два раунда до полуфинала. Вы вдумайтесь в этот символизм. Команда Клауд Найн. Игроки, которые в свое время вышли из статуса академки. Тогда раскатали легендарную команду Na'Vi непобедимую. И сами вписали себя в историю как один из сильнейших коллективов современности. И сейчас Маус. Команда, которая состоит в большинстве своем из академки собственной. С тренером из академки. Может сделать вот то, что вы видите сами. С командой Клауд Найн в плей-офф стадии мейджора. Да, это лучшая реклама академик, по-моему, которая только может быть. Frozen счастлив. Столько лет, столько лет он в Маус. И вот он, шанс выйти в полуфинал. Аксель. Что творят? Что творят? В шоке просто. Как это такое творится сейчас? Опа, фанаты героек уже к завтра приоделись. Завтра первый матч с участием героев будет. Обязательно заходите. Будет жарко наверняка. Против Spirit они играть будут. Рубка обещает быть то еще. Итак. Галил, даже два. Калаш, Тек, Мак-10. Все, на что хватило экономики Клауд Найн. Компетчить нужно прямо сейчас. Ксершина просто не остановить в этой позиции. Как же он здесь самоуверен. Но на фане тут уже не лезет. Причем у него Галил, кстати. Бомба на базе. Ну, под раскидку на бэк. Какие тут тварики есть. У Маус тем временем в кои-то веки более-менее закрытый диффенс. Пассивная оборона. То, чего мы от Маус практически не видели. Если вообще видели за всю эту половину. Так, дикойчик вылетает на бэ. Заготовки на мажор от Клауд Найн. Ну, когда денег мало, приходится уже и такие вещи выдумывать. Он занимается Темка. Сержин на гранате. У него все еще коктейль не потрачен. Ну, им бы центр занять. А то Фрозен-то стоит, горит мидл никого. Молотов залетает, там вся команда. Номер пять. Бомба, посмотрите сейчас. Та самая бомба на? Та самая бомба, которая... Тот самый фейк Клауд Найн у нас на экранах. Похоже, да. Чекается поджим. Аксель Солянова с бомбой планирует просто выйти на А. Тиммейты нашумят под бэ. Через мид-то как раз будут пытаться сбегать. Текстер на позиции. Девает фраг. Текстер все еще живет против Шира. Хаешка залетает. Минус Шира. Они уже бегут. А здесь GDC. GDC проходится, но... И вот он фейк Клауд Найн. И вот он фейк в деле. Аксель с бомбой залетает. Девять хп. Девять хп. А что, Хаешка долетит? Да, минус Аксель. Бомба не поставлена. Это 12 секунд времени. Это должен быть 15-й раунд. Дафанни не берет такую ситуацию. 15-9. Даже такой хитрый раунд не сработал. Маус. Один раунд до полуфинала. Один раунд. Это фантастический камбэк. 0-5 уже был счет. Но они это делают. Ничего не получалось у Маус в первых пяти раундах Эншента. И посмотрите сейчас. Пять. Это больше половины того, что Клауд Найн выиграли в итоге на данный момент. Зал просто в экстазе. Пять Галилов. Последняя волшебная тактика Клауд Найн в деле. Поджим Мэйна. Торше с авиком причем пошел давить. Очень жесткий мув. А он запустил GDC. GDC возвращает. То есть он остается. Торше возвращается на Донат. Сержин тут прописался в этом поджиме. Его за это пока не наказывали. А он типа их тут... Ну дело Вишон один, а их тут двое на самом деле. Еще и релолдится. Пошел. Так. Не, вернулся. Надо запаять, чтобы декстеры не прочекали. Но Бэром Папу ставит. Туда видимо Фрозен пошел. Атака-то перетягивается как раз в направлении этого стака. Есть как Биэль. Молотов. Капаня. Сержин. Пошел. Сушить. Сержин. Он отдал хэдшот на халяву практически. А Молотов не туда. Декстер. Не ждали. Не ждали Декстер. Тут все еще живет. Забирает еще одного. Два фрага на полуфинала для Маус. Декстер. Вау. Декстер. Какой дрибл. Аксель последний. 1 в 4. Это как и Аксель без бомбы. 1 в 4. Что делать непонятно. Декстер казнит. У Акселя уже понимание на глазах. Это похоже конец для Квалд Найна. Мейджор Ревью. 40 секунд. Бомба под контролем защиты. У тебя 4 соперника. У тебя не летит. Что делать? Как такое спасти? Шанса просто нет. Декстер. Нет. Падает. 9 хп. 9 хп. Фроузен заканчивает карту. ГГ. Команда Маузы Спортс. В полуфинале Мейджора в Рио. Не ждали, не ждали, что ребята покажут такой уверенный уровень игры. Еще на стадии легенд были люди в шоке. И вот сейчас плей-офф Квалд Найн. Один из коллективов, который сватали в финал этого мажора. С самого начала уступает Маузам в 1-4. Вот это история, вот это действительно то, ради чего мы с вами смотрим за...